Значит, это немного более сложный случай, да? Это у нас тоже пока 17-е задание, страница ФА18, то есть ФИПИ, алгебра, страница 18. Начинаем с того, что мы записываем, что мы знаем. Читаем. Планируется взять кредит на сумму 28 миллионов рублей. Значит, С у нас 28. МЛНР, да? На некоторый срок целое число лет. Н, кстати, неизвестно. Да? Количество Н пока неизвестно, но известно, что целое. Да? Ну, это получится количество лет, да? Целое. Но пока неизвестное число. Условия возврата таковы. Каждый январь долг возрастает на 25%. Значит, вот наш банковский процент Р у нас будет 25%. К, соответственно, 1.25, да? 1.25. Ну и все. По-моему, больше ничего. И рисуем данные. Значит, первая строчка. Вот это слово. Долг возрастает. Да? Может даже, если вдруг забудешь, так и писать. Долг возрастает. Возрастает или вырос. Да? Я могу даже. Так. Выплатить. Потом надо выплатить. Или выплата. И долг. Ну, вот это остаток. В июле каждого долг. Это вот эта строчка про третий столбец. Долг, который наш остаток. Начинаем мы с нулевого периода, да? Нулевой год. Нулевой год. Долг не возрастает. Мы ничего не выплачиваем. Мы только берем. Это наше А нулевое, которое будет равно С. С февраля по июнь каждого года, то есть ежегодно, нужно будет выплатить часть долга. Будет выплатить часть долга. Вот несколько строчек запишем. Один. Два, допустим, строчка, да? Пока запишем так. Значит, тут пока все стандартная схема. Долг возрастает, становится А0К. Потом происходит выплата Х1. И долг становится опять А1. Потом он опять возрастает. Проценты. Происходит выплата Х2. И остается А2. И так далее. И так далее, да? И так далее. Дальше мы пока не знаем. И там есть... Пока оставим. Пока оставим. Вот что пока мы знаем, да? Значит, сказано. Чему равна будет общая сумма выплат после полного погашения, если наибольший годовой платеж составляет 9 миллионов? 9 миллионов. Давай подумаем, где будет наибольший годовой платеж? Тут же много платежей, да? Там, наверное, штук. Вот Х1 у нас вот здесь получается равен остаток минус А0К. Минус возрастающий долг. Минус возрастающий долг. Ну, в таких задачах мы считаем, мы считаем, можно сильно не вдаваться в подробности, наибольший платеж будет в самом начале, в самый первый. А дальше платежи будут убывать. Если нету какой-то таблицы, да? Или какого-то правила не сказано. Так? Он возрастает на 25% происходит выбор. Значит, считается наибольший платеж самый первый. Поэтому мы можем дальше таблицу не писать, а сказать таким образом. Наибольший платеж наибольший платеж это Х1. Так? Он у нас равен А1 минус А0К. Ну, или даже вот так. Так пока запишем. Мы запишем, что он равен 9. 9 миллионов нам сказано, да? Наибольший годовой платеж составляет 9 миллионов. В общем, 9. Ну, и подставляем. Вот у нас, в принципе, уже есть уравнение. То есть, обычно последние условия дают уравнение. Ну, и мы его составим. Так. А1 минус А0К равно 9. А1 у нас А0 у нас это С, да? К у нас 1.25 Так. А1 у нас что получается? Посмотрим. А, тут еще вот такой момент. поскольку долг уменьшается на одну и ту же сумму, на одну и ту же сумму, то вот как раз это и позволяет нам говорить, что наибольший платеж это первое. На одну и ту же сумму, смотри, вот эта фраза на одну и ту же сумму. Где-нибудь покажу. что значит на одну и ту же сумму. Одна и та же сумма это мы вот так считаем. S делить на N. Вот это будет означать на одну и ту же сумму. Сумму кредита делишь на количество ну, вот этих лет. Поэтому вот здесь мы будем так писать. A1 будет раз минус это одна и та же сумма S на N. S на N. Пока больше мы не знаем. Поэтому A1 мы сюда подставим. Это будет S минус S на N. Минус A0K и умножить на 1.25 и равно 9. Значит, S у нас известно. 28, поэтому мы сейчас подставим, попробуем S вот тут можно вынести за скобку, да? Вынесу за скобку. Тут будет 1 минус 1 на N. A1 Так, правильно, да? Считаем? A1 минус A0K. А, нет, подожди, ближе, да, ошибка вот здесь. У нас же как получается? Вырос минус выплатил равно осталось. Значит, выплата равно вот этот вырос минус долг. То есть, вот здесь наоборот A0K A0K минус A1 0K минус A1 Так, тут уже исправим. 0K минус A1 равно 9 тут будет наоборот. А0K это у нас S на 1 25 минус S минус S на N 9 S выносим за скобку вот 1 25 здесь если скобки раскрыть будет минус а потом плюс минус S плюс S на N да? выносим S будет минус 1 и плюс 1 на N равно 9 S у нас можно уже подставлять это 28 так так 1 25 минус 1 это будет 0 25 так плюс 1 на N равно по сути надо 9 делить на 28 так 9 на 28 так же у нас 28 да так ну и высчитываем значит 1 на N получается ну 0 25 это 1 четвертая так и 28 минус 1 четвертая 1 четвертая так ну умножим на 7 вот здесь просто приведем к общему знаменателю да общий знаменатель получается 9 минус 7 28 так получается 2 28 или 1 14 так 1 N будет 1 14 ну или отсюда мы видим что N равно 14 это первый шаг то есть мы нашли N раньше же он был неизвестен а теперь мы знаем что их 14 шагов то есть мы сейчас немного поможем дозаполнить таблицу что нам нам нужно все равно общую сумму выплат найти да далее напишу далее до заполним таблицу таблицу потому что мы теперь кое-что про нее знаем что их 14 N вот поэтому вот здесь мы пишем тролливали да вот давайте 13 и 14 элемент запишем смотри сейчас по цифрам сориентируемся A1 тут 2 видишь двойка 1 K значит будет здесь будет на 1 меньше 12 K здесь A13 K ну здесь X 13 X 14 платежи вот 13 и 14 но они там соответственно будут смотри по цифрам можно если тут 1 0 1 значит на 1 меньше 12 K минус A 13 тут соответственно на 1 меньше K минус A 14 и вот эти у нас штучки получаются мы теперь знаем что N у нас 14 значит смотри у нас получается S минус S на 14 выносим S получается 1 минус 1 14 так если из 1 отнять 1 14 то это будет 13 14 14 14 короче S умножить на 13 14 логично предположить если этот из 4 это 14 14 по сути это было да можно так написать это 13 14 потом еще одну 14 вычитаю что получится уже 12 14 то есть S на 12 14 так соответственно внизу внизу которые 13 и 14 элемент а 13 будет сколько там уже вот можно по цифрам смотри как ориентироваться вот если тут 2 тут 12 смотри в сумме 14 видишь вот так можно сарентироваться значит здесь будет 13 значит тут 1 14 ну а 14 у нас нулевой но можно написать как типа 0 14 так все мы табличку дозаполнили дозаполнили мы уже знаем как она устроена потому что мы нашли N значит задача от нас требует найти чему равна общая сумма выплат после полного погашения так если наибольший годовой платеж 9 миллионов все теперь мы составляем находим ну общий годовой платеж собственно берем пишем сумма платежей да сумма платежей это сумма иксов правильно то есть ну это сумма это значок суммы да вот такая сигма греческая буква сумма вот этих иксов да ну по сути надо x1 плюс x2 плюс и так далее плюс x13 и плюс x14 вот нам это надо найти ну и опять начинаем раскочивать это у нас а моль к минус а1 уже можно даже запоминать а1 к минус а2 плюс тролливали и так далее а1 и так далее 13 иначе получается а12 к минус а13 плюс получается а13 к минус а14 так минус а14 равно идет ну дальше похожая операция значит мы группируем да у нас дальше идет группировка группировка мы группируем вот эти скашками k выносим за скобку скобочка становится а0 плюс а1 плюс и так далее закончим мы каким получается 13 да плюс 13 и группируем вот эти отдельно без к минус выносим за скобку начнем с а1 а закончим а14 это вот тролливали а14 сгруппировали дальше мы опять что делаем мы дополняем сумму да дополняем скобки чтобы они были одинаковыми так схема не меняется у нас то есть сюда 14 смело прибавляем он все равно нулевой а 0 ну там плюс и так далее а13 и а14 это нам без проблем добавить а сюда добавляем а нулевой плюс а1 тролливали тиридили а14 но поскольку мы его прибавили с минусом надо его еще и вот сюда просто отливать равно так опять эту скобочку выносим за скобку то есть а0 плюс тролливали 14 скобки мы одинаковыми сделали да тут остается к-1 и плюс а нулевой вот у нас такая схема идет ну идем дальше теперь мы подставляем да а нулевой это у нас с это это вот остатки кредита тут пошел с потом красненьким писали да там же что у нас будет посмотреть или у нас с будет ну с 14 14 13 14 и вот так далее на единичку меньше ну сейчас сюда запишем вот мы сюда и будем записывать ну по сути этого 14 14 это у нас с на 13 14 плюс там тролевали и так далее заканчивая ну 14 да здесь у нас ну это можно подставить 1 25 у нас известно да 1 25 минус 1 плюс а нулевой ну это ну вот на связь просто теперь вот что у нас получилось да как это сложить вопрос да значит на что это похоже что каждый на одну 14 с меньше даже мы чтобы более наглядно сначала с за скобку вытащим да с за скобку тут у нас будет ну вот 14 14 плюс 13 14 плюс там тролевали и так далее 1 14 и 0 14 тут у нас будет 0 25 плюс с так это у нас что это мы можем посмотреть как просто на арифметическую прогрессию арифметическую прогрессию которая убывающая арифметическая прогрессия нам найти сумму арифметической прогрессии это значит у нас получается сумма арифметической прогрессии мы ее сейчас быстренько найдем первый элемент у нее известен разница у этой арифметической процедуры д да есть разница это 1 14 так сколько тут штучек у нас получается от 0 до 14 ну можно даже нулевой убрать от 1 до 14 тогда да уберем 2 тогда их будет сколько 14 штук 14 штук так формула арифметической прогрессии вообще вот такая сумма да я запоминаю вот так первый плюс последний делить пополам и умножить на их количество вот так я запоминаю формулу атлетической прогрессии первый знаем последний знаем пополам не проблема количество знаем все можем писать можем писать с тут у нас давай первый у нас 14 14 можем даже еще вынести я вот понял сейчас даже еще проще сделать 14 как знаменатель тоже вытащим тоже вытащим у нас будет с 14 а тут будет просто вообще вот так плюс 1 вот так даже нам еще проще да меньше заморочений то есть будем считать что вот это у нас тоже сумма аритметической прогрессии мы будем ее находить так S на 14 ну здесь пишем первый 14 последний 1 пополам и умножить на количество на 14 штук 025 запишем как 1 четвертая ладно это у нас P плюс S все круг сужается у нас 14 плюс 1 это 15 да давайте запишем S тут 14 тут 15 тут у нас 2 тут еще 14 да пускай первых тут 1 четвертая плюс S вот красиво они сейчас кое-что будет сократиться 14 14 что тут еще можно все наверное да особенно по крайней мере это будет приятно так S у нас 28 в принципе можно и подставить уже ничего такого страшного 28 тут у нас 15 остается да тут у нас 2 и 4 и плюс еще 28 это у нас 7 и 4 четверки ушли и все да не поживиться 2 не сокращается ну ничего так ну что там остается 7 и 15 осталось тут уже арифметиков небольшая 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 так ну давай 15 умножаем на 7 5 3 запоминаем 7 7 7 3 10 105 да и потом надо 105 правильно да и еще надо поделить на 2 по 5 на 2 5 10 там пятерку пополам это у нас 2 4 там и короче еще с половинкой 52 и 5 да ну и все осталось у нас 52 и 5 плюс 28 ну это получается можно вот так красиво так зайти в ответ или зайти эндрежа типа вот самое приятное начисление это вот этот тут у нас 5 тут у нас 0 тут у нас 8 ну получается 85 давай еще раз посмотрим мы хоть кто нашли или нет это мы сумму выплат искали сумму иксов так чему будет равна общая сумма выплат если мне больше до выплат трали-вали ну да это есть общая сумма там нецовая нет 80 с половиной давай а давай ну про целое там было сказано сумма кредита обычно а сумма платежей в принципе может быть и не целым часов как в данном случае да ответ 80 с половиной миллионов рублей 28 он только взял чуть меньше 30 сколько там 50 миллионов нехило банки зарабатывают да да ты понял никуда нигде не брать так что кредит брать ой надо сто раз подумать лучше не брать я вообще честно не сторонний кредитер лучше нету денег сиди на попе ровно я понимаю только ипотека возможно там ну там ну на жилье там нет да или там не знаю и все наверное даже на бизнесе я бы не стал брать лучше инвесторов искать нафиг банку отдавать инвестор инвестор такой товарищ он может рисковать но так оно мин р мин Продолжение следует...